Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы расскажем вам о скандальных подробностях из жизни Элины Камерен. В том числе вы узнаете про вырезанную из эфира драку с Женей Гусевой. В сети были опубликованы фрагменты текста из книги Элины. Молодая мама планирует рассказать обо всем, что ее беспокоило долгие месяцы. О главных интригах проекта, о расставании с любимым и о попытках защитить себя от недоброжелателей. Элина Камерен уже давно покинула проект. Тем не менее, она интересна публике по-прежнему. Поклонники постоянно задают массу вопросов и пытаются понять, что же на самом деле происходит в жизни Элины. Им интересны все аспекты жизни девушки. Почему она рассталась с отцом своей дочери Сашей Задойновым? Какие бизнес-проекты ведет Элина? Как пытается обеспечить безоблачное детство своей дочери? И вот одна из самых ярких участниц проекта «Дома-2» решила написать автобиографию под названием «Дневник Камерен». В книге Элина раскроет скандальные подробности своей жизни, в том числе тайны проекта «Дом-2». Она уже работает над книгой два месяца, готовы три главы. Вот, например, фрагмент текста, в котором Элина рассказывает о предательстве знакомого парня. «В 2011 году мне в соцсетях стал писать парень по имени Артем. Через месяц он сообщил, что у него умерла тетя, попросил денег. Я отправила немного, а через полгода выхожу на улицу, моя машина обклеена бумажками, они валяются по двору. На них написано «Элина Камерен занимается проституцией под началом сутенера Никиты». И ниже мой адрес и фотография. Я бегала, собирала эти бумажки, потом посмотрела по установленным во дворе камерам. Оказалось, что это дело рук Артема». Также Элина рассказала о драке на проекте с Женей Гусевой, которую не показали в эфире. Как-то был конкурс, надо было вручить подарок – жареную курицу самому красивому мужчине на проекте. Я отдала птицу Антону Гусеву. Его жена, Женя Феофилактова, отреагировала спокойно. Но после устроила любимому скандал. Они поругались. «Однажды Женя на площадке при других участниках стала обзывать меня. Я услышала. Она так кричала, что даже Антон не выдержал, заорал на нее. Да закрой ты рот». А она не успокаивалась, несмотря на то, что ее сын Даниэль спал в 15 метрах. Я подошла и ударила ее по лицу. Но по телевизору это не показали. Во время драки стоял такой мат, что пускать происходящее в эфир было невозможно. В своей книге «Дневники Камерена» Элина объяснила, что отношения с Сашей Задойновым она поддерживает только ради дочери. «Мы с бывшим бойфрендом Сашей не вместе с февраля, но поддерживаем отношения из-за дочери. Я росла без отца, и мне страшно, что малышка повторит мою судьбу». Поэтому и терплю особенности Сашиного характера. Недавно попросила его собрать из квартиры вещи. Ответом мне послужила отборная брань, и он кричал, как я его достала. Поделилась Элина одним из эпизодов, который ярко характеризует их отношения. Также Элина призналась, что вела себя омерзительно по отношению к бывшей жене Задойнова. Со временем она поняла, что женщина лишь пыталась добиться денег и внимания для своей дочери. Я стала понимать его бывшую жену Свету, которая растит дочку Настю. Раньше мне казалось, что она пишет Саше с каким-то подтекстом, флиртует. Теперь осознала, все, что Света просила от Саши, денег, внимания, она просила для ребенка. Мне стыдно за ту грязь, которую я выливала на Свету. Таким образом, Элина заинтересовала будущих читателей своими откровениями, и мы будем с нетерпением ждать выхода ее книги «Дневник Камерен». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.